Здравствуйте, уважаемые друзья! Я вытащил из коробочки ручейника, который уже неоднократно побывал в зубах нашей рыбы. Очень уловистая приманка. Это очень простой вариант. Я наподобие такое вам уже показывал. Хотелось бы сейчас предложить вашему вниманию немножечко посложнее, но также результативный вариант. Крючок мы берем в граб-шримп и огрузим его. Огрузку я буду производить в основном по загибу крючка по спинке, поэтому промажу. Единственное, что хочу с вами поделиться, это для того, что если вот как я отрезал кусочек листового свинца, он мне не подходит немножко, я взял вот так вот расплющил край. Для того, чтобы у меня ближе к загибу крючка не было вот этой ступеньки, которая нам иногда мешает красиво связать нашу мушку. Вот как вы видите, за счет того, что свинец я немножечко расплющил, мне несколько удобнее его теперь с ним работать. Отрезаем остатки. И теперь, как положено, я закреплю глазки, промажу немножко место крепления клеем. Глазки я подготовил из лески, делается очень просто, вы уже знаете и видели. Делаем перед загибом небольшое уплотнение, как площадочку, в которую будут упираться наши глазки. И теперь закрепим их здесь. Выставили, подровняли. И пока они будут у нас здесь клеиться, мы с вами изготовим тело. Вот я выставил наши глазки. Немножечко капнем клея. Окончательно закрепим. Промажем еще наш свинец. Нитку я закреплю для обмотки вспомогательную, которая значительно толще и имеет у нас белый цвет. Для того, чтобы под нашей была как подложечка и под ней не проявлялся наш свинец. Пока уберем и хорошо промотаем, подровняем наше тело. Подровняли. Для изготовления тела мне понадобится вот такой силиконовая резиночка цвета шартрес. И кусочек перышка, который страуса. Будем им сегментировать. В дальнейшем я вам все буду показывать. Если для сегментации, как я использую, у вас нет подходящего перышка, обычно всегда, когда отрываешь куриные перья, остаются вот такие придаточные перья, которые растут вместе с основными. Ими также можно будет изготавливать тело, проводить обмоточку, и наш ручейник будет выглядеть достаточно лохматеньким. Теперь я возьму здесь же у грудки, чтобы тело у меня было достаточно ровным и симпатичным, закреплю резинку свою силиконовую. И в натяжечку по всей длине цевья я рассредоточу аж вот до середины загиба. И здесь я закреплю кусочек нашего перышка для сегментации. Возвращаем обратно нить, заодно подравниваем тело. Это уже будет окончательно для того, чтобы мы могли намотать уже наш силикон с пером. Доходим до уровня грудки, сделаю завершающий узел и нитку убираю. В дальнейшем будем работать с другой. Теперь мне необходимо промазать слегка цевьё клеем. Вы можете в этом использовать лак, или же очень даже хорошо клей для вейдерсов, который сохнет под ультрафиолетом. Сейчас достаточно очень много химии, которая облегчает нам жизнь. И теперь с определенным шагом, так как мы потом будем крепить в промежутках между обмотками люрекса наше перо, проводим обмотку по телу. Если по каким-либо причинам также у вас недостаточно материалов, можно изготовить. Я года четыре назад изготавливал его вообще из даббинга. Не меньше уловистость, чем, допустим, как я хочу показать вам. Закрепили другую нить, прихватили нашу силиконовую резиночку, и отрезали. Место крепления я сразу немножечко промажу клеем. Совсем капельку. И теперь по промежуточкам, как мы обматывали силиконом, обматываем нашим пером. и у нас вышло вот такое симпатичное тело. Делаем полный оборот. вот так. Остатки удаляем. Если, как я говорил, у вас не будут в наличии, вот точно так же вот таким перышком можно произвести обмоточку. Убираем остатки. Я теперь ставлю крючок в удобное для себя положение. нам необходимо теперь на месте крепления грудки закрепить придатки формирующихся крыльев. их можно изготавливать как из пуховой части, так даже можно вот так отрезать кусочек, как я уже показывал. Пера сделать покрывное, обозначить жаберки. Но у меня осталось остатки вот есть немножко не совсем подходящего пера для других работ в CDC. Я этим перышком сейчас изготовлю себе задатки крыльев, зачаточки. И в то же время сразу я этим же пером буду накрою. Рассредоточим. Этим же перышком я сразу накрою и грудку. То есть делаем вот так. Подворачиваем обратно. прихватываем наше перо CDC. И теперь для того, чтобы обозначить ножки, я возьму у меня имеются вот остатки таких перьев, которые уже практически применять негде. лапки. Но в данном случае они нам здесь пригодятся. Я подготовил перышко и буквально парочка оборотиков, один даже, одного оборота хватит для того, чтобы обозначить нам наши лапки. закрепили как раз эти полтора оборота. Крепим перо и остатки отрезаем. Отрежем лишнее. как раз хорошо для нашего чехольчика и лапки очень. Теперь для того, чтобы в дальнейшем изготовить грудку, нам необходимо закрепить усы. Подобрали длину, какая нам необходима. Где-то вот так и здесь прихватываем наши перышки. В качестве грудки я взял остатки перьев павлина и закреплю их там, где будем крепить грудку. Подхватили и теперь насколько будет позволять нам перо создадим хорошую пышную грудь. закрепим наше перо обрежем остаточки примеряем наш теперь чехольчик очень симпатично но учитывая то, что у ручейника как всегда должна быть темная спинка мы мы с вами немножечко подкрасим наше светлое перо CDC можно использовать здесь и накрыть полиэтиленом как как захотите как вам будет удобно больших проблем я думаю в этом нет сперва крепим за глазками перед колечком переламываю перевожу нить и за глазками так чтобы обозначить вот этот своеобразный лобик голову теперь достаточно нам нанести на нить немножко клея сделать завершающий узел и обрезать все остатки вот друзья мои я обрезал остаточки подкрасил вверх чехольчик которым мы накрывали черным цветом и наш вот такой симпатичный ручейничек готов к рыбалке благодарю вас за внимание до скорых встреч